Последняя часть вечера, большой вечер, но просто давно уже, больше полгода не собирались. У ушедшего из жизни автора Виктора Чубарова представит катер Политаева. И может быть кто-то из близких знавших его рассказал. Вот, может быть, я ирголи, и сможешь пару слов сказать. Добрый вечер всем, кого еще не видела. Я в первую очередь хочу поблагодарить Николая Франкова и его издательства, что эта книжка все-таки вышла, такая розовая. Очень здорово, и Витя, который умер 6 лет назад, уже 7-й год идет, как его нет с нами, был бы очень рад. Это ему, наконец, вышедшему сборнику стихов, в том числе и стихов, которые никогда не публиковались и писались в очень особенной форме. Он записывал последние годы строчки везде, эти обрывки, клубочки были по всему дому. Удивительно, что они опубликованы. Это некий для него был бы этап, мне кажется. И здорово, что даже несмотря на его смерть, оно опубликовано сейчас, и мы можем это читать. Я представлюсь, меня зовут Катя Политаева, я вообще сейчас работаю в музее Марины Цветаевой научным сотрудником, еще я пою песни, но с Витей меня связывает дружба и родство. Я дочь его второй жены, Татьяны Политаевой, которая здесь присутствует. И я знала Витю с 13 моих лет до его кончины, то есть весь его последний период жизни. И мы даже были друзьями, хотя, может быть, не очень, можно назвать этим словом в общепринятом смысле, но у нас было такое понимание. Может быть, я была тем человеком, который повлиял на второй брак, вот, Виктора Васильевича, поскольку, когда моя мама размышляла, я сказала, ты что, бери, хотя, весьма юна. Мы с Витей как-то сошлись в отпусках музыки. Он был очень разносторонним человеком, он интересовался и современной поэзией, и что делают мои друзья в музыкальной какой-то тусовке. Я даже предлагала нам писать тексты для музыки. Я ему говорила, что, к сожалению, у нас и так очень много текстов, и совершенно непонятно, что с ним делать. Но он был готов к разным формам взаимоотношений. Его интересовала вся культура во всех слоях. Популярные он перерабатывает, какие-то мемы и понятия. То есть он очень интересно относился к жизни, был очень открытым и совершенно безвозрастным человеком, таким, такой какой-то вот его взгляд до сих пор передо мной стоит. Он таким вот, и в стихах этот взгляд, он присутствует. Такое спокойное, терпеливое наблюдение всего, как я сказала. Это главное то, что ему удалось и в жизни, и, может быть, в поэзии. Ну, я написала предисловие к этой книжке. Это, точнее, было изначально не предисловие, а просто какое-то эссе. Витя был человеком, смерть которого я видела лично. Он умер у нас прямо на руках с моей матерью. И я писала просто какие-то заметки. Потом это стало постепенно оформляться и как-то из меня стало предисловием. Я описываю там какой-то вот портрет его последних лет, которым я была свидетелем. Витя очень рано вставал. И вот в основном он писал стихи. И вокруг этого как-то очень странно собирались другие формы его жизни. Неработа, сбор бутылок на какие-то прогулки с пивом. Такие очень странные проявления жизни. Его биография, она контрастна. Он проработал десятки лет с самолетами, инженером гражданской авиации в городе Вильнюсе. У него была семья образцовая. Он купил квартиру, двойняшки, дети. И в советском вот этом пространстве. Тем не менее, у него было три книги стихов издано. То есть он при этом сообщался с андеграундом. К нему вот приезжало частично московское время. Может быть, Эргали что-то об этом расскажет. Или моя мама. То есть он таким разносторонним был человеком, но вполне благополучным и успешным. Он мне рассказывал, правда, о своей юности, когда он был с длинными волосами и с тубой ходил по электричкам и просил ему помочь материально. На тубе он играть не умел, но такой юный портрет юного хиппи тоже я сохранила в памяти. Но потом, после такой благополучной жизни, вырастив детей, он переехал в Москву, высшие литературные курсы. И последний период жизни он работал кладовщиком, курьером, рабочим на прокатном заводе. Ну или не рабочим, но, в общем, какими-то совершенно странными профессиями. Это проникает в его стихи. У него есть вот рабочие песни. Какая-то странная такая, маргинальная попытка выживания. И при этом такое невероятное благородство. Он всегда прекрасно одевался. У него были самые красивые клетчатые рубашки и вельветовые штаны. Сиреневые, коричневые. То есть он был всегда прекрасно выглядящим. Всегда обладал невероятным вкусом. Очень вкусно готовил при этом. И рано утром вставая, он ходил, собирал бутылки. Сколько зарплату все отдавал жене. И приходя домой, вот в 7-8 утра он писал. У него была манера приносить все в дом. Это были выкинутые кресла с резными ручками, которые вот у Татьяны Николаевны стоит до сих пор. Какие-то бесконечные записные книжки, ежедневники, домовые книги. Перформационные карты от каких-то старых компьютеров. Накладные, квитанции. И все эти бумажки вот такого разброса, они невероятно стильно становились на этой кухне в 7 часов утра с двумя окошками, с алоэ. Они становились вот творческой лабораторией. Он записывал все время какие-то строчки. Иногда удачные, иногда нет. Иногда какое-то просто озарение его посещало. Иногда что-то очень странное. И все это вот в таком формате совершенно непредсказуемо, на чем будет записана следующая строка. Все это с маленькой кухней в хрущевке крошечной. И очень добрый человек, очень ответственный при всем этом. Мне сложно даже сейчас как-то дать вам понятие о нем. Но я надеюсь, вы посмотрите на книжку, посмотрите на стихи. Витя при этом был невероятно скромен всегда. Он был даже застенчив, может быть, по-своему, благороден. И никогда не стремился ни работать локтями, ни как-то добиться своего какого-то места. Всегда такая вот тихая застенчивость. И при этом в литературе удивительные, мне кажется, какие-то... Мы видим в этой книжке какие-то строчки, строчки, строчки. Ничего не привлекает внимания, и вдруг невероятная удача. Просто выпад в какое-то озарение, в глубину. И потом снова мы уже ждем этого. И этот взгляд, видите, мне сложно оценить его как поэта. Конечно, я не ставлю такой задачей перед собой. Я не для этого здесь. Но мне кажется, он шел к удивительному такому лаконизму. Он к концу жизни приходит к практически абсурдной поэзии, к четверостишиям, которую он называл опилками. Они очень смешные, странные. И мне кажется, они очень хорошо бы сейчас смотрелись в социальных сетях, добавляя глубины вкуса и здорового такого творческого отношения к реальной жизни в очень современном духе. Мне кажется, он бы очень мог как-то в эту сторону развиваться, если бы остался жив. Я хочу почитать немножко, несколько примеров. Ну, отстраненный взгляд человека, который смотрит на все с некой невозмутимостью. У него с ранних стихов, вот, я сейчас вам кусочек стихотворения. «Свет метро, веселая мистерия, гомонит разумная материя, изнутра в нутро переливается, осторожно, двери закрываются». В самом деле двери закрываются. Вот подобное отношение к каким-то очень простым вещам, на которые в рамках переливающейся гомонящей материи вдруг останавливается взгляд. Мне кажется, наибольшие витиные удачи были связаны именно с этим. У него есть и вполне такие... Я несколько стишков про стихотворение прочитаю. Это такой вот тоже шутливый текст. «В садах пленительных утопий, а не висячие почти, где вечно юный Мефистофель втирает фаусту очки и с компетентностью большою одно толдычит от души. Душа, души, душе, душою, пиши пропало, нет души». Такое построение текста из очень простых, маленьких, лежащими под ногами, под руками вещей, которые находятся рядом. Удивительные строчки. «Жил во сне и питался сном». Или о поэтическом своем. «Жил во сне и питался сном». Разбиваюсь. Ладно, потеряла. Про любовь стихотворение. «Жалобы Орфея». Бывало, младенческим криком клеймил отведенный шесток и пел до утра и вредиком о том, как олеет восток, о том, как на гребне порыва, проскочем, и ужас, и мрак они отвечали тоскливо. Чего привязался дурак? «Я лучшие годы потратил, и худшие годы извел, и духом окреп, словно дятел, насквозь протыкающий ствол, но деву подземного вида мудрее, чем казалось на вид. Не вывел я их из аида в свой потусторонний аид». Видите, с самых ранних стихов, которые вполне традиционно, классически ничем не удивляют на первый взгляд в форме, всегда будут повторения, однокоренные какие-то конструкции. Вот какая-то некая нелепость, я бы сказала, хотя вот, может быть, неподходящее слово, минимализм, тоже не знаю, насколько оно подойдет. Витя мне как-то рассказывал о такой философской мысли, его поражавшей, что мастера боевых искусств всю жизнь шлифуют одно умение, которое, может быть, пригодится им в жизни один раз, а может быть, никогда не пригодится. Но они должны шлифовать его до невероятного мастерства. Вот эта идея такого вот ожидания чего-то, которое мелькает, кропотливая, терпеливая, постоянная. К концу из опилок, из краткого жанра, такие афоризмы, «Ты ищешь истину в вине, а я ищу письмо в бутылке». Такие высказывания. «Суточных щей не хватает на сутки». Иногда находятся, может быть, даже не в целиком стихотворении, а просто невероятный фрагмент, который хочется дальше даже как-то по-другому уже моему поколению использовать, дальше вперед куда-то это двигать. Ну, опилки остроумные, мне кажется, они бы очень были современные, пришлись бы по нраву молодым людям, они простые, читаются быстро, букв в них мало. Чем меньше Пушкина читаю, тем больше нравится он мне. Я лучше напишу про чистый бор, из него забацали за бор. В.В. Маяковский. Лиля снова не дает. Я устал от жизни. Вот. Глядя в телевизор, ну ладно, коснемся. Ты скажи нам, Путин Вова, от чего в стране хреново? Ничего не отвечает, лишь освенцем посещает. Я устал от вечных перестроек. Под окном опять растет бамбук. Телевизор фирмы Параноик. Лучший и единственный мой друг. На самом деле после Витиной смерти вот подобные строчки, которые он записывал на этих домовых книгах, обрывках, чьих-то ежедневниках, в которых там красивым почерком расписаны покупки там чего-то, дальше идут Витиной стихи. У него такой почерк был прямой, почти печатными буквами, с отрывами, с пустотами очень. Это выглядело. И я после его смерти нашла такой обрывочек бумажки, на которой было написано «Не бойся одиночества, сынок, Бог, между прочим, тоже одинок». Вот такой прям вот в первый вечер такой документ мне попался. Вот к такой форме он приходит к концу жизни, и может быть она действительно ближе к его таланту, чем вот ранние стихи, которые издавались, и которые он читал, и в которых тоже есть очень яркие, классные моменты. Что-нибудь еще я запила. У него про котов есть целый цикл, вот можно посмотреть, про кота-переводчика. Прочти, как киски все. Мне кажется, надо уже заканчивать, потому что все уже умерли в конце вечера. Я каждый день пишу шедевры, на них уходят жизнь и нервы. Я, наверное, одну еще опилкой закончу. Наверное, я не буду затягивать. Я не буду затягивать вот этот выпук. Ну, из общин, кто из всех, всех сегодня с легким паром. Мы закончили проект под названием «Чубаров». Такой тоже странный текст, на нем я, наверное, закруглюсь. Выхожу один, я на дорогу. Впрочем, мир, в котором мы живем. Возвращаюсь сегодня. Ну, наоборот, только. Прихожу к знакомому итогу, прочим мир, в котором мы живем. Выхожу один, я на дорогу. Возвращаюсь тоже не вдвоем. Вдвоем. Спасибо. Я надеюсь, что посмотрите. Это очень застенчивый актер, который наконец-то имеет возможность дойти до своего семи сетей. Дайте поступать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.